так всем здрасте я вернулась я вернулась для тех кто не смотрел первую часть это не начало это продолжение второго видео я просто ходила значит кофе кофе готовить себе и бутербродик вот первым видео речь шла о прелестях жизни в новостройке я значит о моей бытовой депрессии а его причин а сейчас у нас будет бутербродик вот посмотрите значит бутербродик белый домашний хлебушек майонезик и сверху и корочка не каких-то благородных рыб короче просто видите корочка забыла чья икра короче свести из пятерочки и крах она не пересоленная мне нравится на и пересоленная морской котик кажется производителя неплохие консервы морского котика вот и кофе так это еще не все забыла капусточку я шинковала посолила чтобы она сок дала она дала сок она размягчилась вот вчера притащила огромную из пятерочки капусту добытчица реально чувство себя добытчица потому что я обычно хожу с такой сумочкой хозяйственный что-нибудь там на дне приношу такой какой-нибудь там не знаю сырочек чуть-чуть сырка чуть-чуть какой-то арбана мандарина короче так пакетик рис а это прям вот такой ну там не было маленькой и так за всю зиму съел только одну капусту как или почти не ела я ее купила она небольшая капуста она была вся черная внутри его выбросила вот хотя есть не из тех людей кто разбрасывает с продуктами но она была испорчена вот я так понимаю что я за всю зиму не поем капусты если я не решусь на покупку вот этой вот этого кочана потому что маленьких кочанов нет а дешевая она полезная вот эти кочаны ну куда мне одной ну короче я сдалась вчера и притащила вот эту капустяку я ее волокла вот чувствую себя реально зайти какой-то древней женщиной добытчицы которая тащит тащить к себе в пещеру вот притащила раскурочила короче я удивилась я вчера за вечер почти половину съела я не знаю как я нашинковала также подсолила чтобы она немножко размягчилась спустила сок помял оставила просто время от времени подходила и он так вот ела и вдруг я понимаю что я же съела пол капусты пол сырой капусты так я пыталась отвлечь себя чем-нибудь все эти дни естественно искала как все сейчас развлечение себе на youtube на youtube искал себе развлечение честно говоря я просто разочарована то ли месяц этот вот и предыдущий такие какие-то непродуктивные пустые и либо я так чувствую что просто все какое-то пустое вот я не знаю все что я выбрала все что я посмотрела это просто какая-то мудятина 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 включила сначала эту как я шик шикман шикман короче ну рыжая такая барышня интервью она берет разных людей как-то один раз смотрела с кем-то не помню с кем ас дробишевский да ну вроде ничего дробишевский быть интервью хотя его какие-то отдельные лекции они более интересны чем в интервью у лучших это было круче опять какая-то дама там научной среды я пыталась слушать у меня не вы не вышло ничего не буду назвать имя я имя помню и хорошо называть не буду а сами догадайтесь вот я включила и она ужасно просто ужасно картами не спешите кидаться у меня тапками я сама карта вилла сама карта вилла расскажу чуть позже эту историю в этом же видео но чуть позже вот и слушая как-то пытаясь напрягать уши в течение 10 минут я поняла что я не вам не могу не могу ее слушать просто это какой-то ужас человек занимается сейчас основном публичными выступлениями она там везде где-то выступает на каких-то там этих какие-то лекции читает в общем оратор оратор и это только в нашем веке возможно чтобы оратор просто не владел вообще никакими ораторскими навыками я так поняла то причина не вка не только в картавости а что и принципе речи человека нечленораздельная вот это просто какое-то неуважение к слушателю мне так кажется потому что есть один блогер я смотрю ее иногда она очень редко пускать видео у нее тоже есть этот дефект она r не выговаривает но видимо другие звуки она выговорит хорошо потому что я очень хорошо понимаю но это и вообще просто человек жует какую-то кашу вот и при этом человека успешно интересуется ей вот так странный век у нас ребята настал странный век а про картавость про r вот это r мне тоже была эта проблема и она решаема представляете она решаема для меня это было очень драматично по той простой причине что я почему-то как-то в детстве как будто бы чувствовал что я буду работать где-то голосом и а еще личная жизнь я думала наверное мальчик вообще не обращать внимание на девочек с картавостью вдруг я буду публичной личностью но видите как я оказалась блогерами в итоге и как я буду вот на пу на публику выступать своим родителям было конечно пофигу на меня какие-то млогопеды кому это надо вообще и в какой-то момент пришло мое спасение кажется я уже рассказывал какие-то очень старых видео эту историю был такой проект фабрика звезд фабрика звезд я думаю вы все помните и был таком такой там участник ваша ах теме в ваша ах теме в тоже букву р не выговаривал не выговаривал и поскольку там был типа помимо вот этих концертных дней был ну что-то типа жизни в прямом эфире да показывали вот какие-то их жизнь повседневную показывали показывали как этот паша занимался слага я дам и каким-то специалистам там по статистической речи но я не помню короче ему там очень подробно объясняли как надо это исправлять объясняли и показывать я уже не помню в точности что там было но я посмотрела телевизор я тогда была ну еще девчонка совсем сейчас я там тетя 30 плюс и я крути то запомнила и я начала заниматься вот как я увидела по телевизору в итоге что паша теме в по моему так до сих пор и кахтавит а я сама своей своей своим упорством своей настойчивость избавилась от этого речевого дефекта это не делает конечно же человека плохим не думайте что я сейчас пытаюсь высказывать какие-то дискриминационные мысли там по людей как по каким-то признакам я там призера нет вообще все но я как я уже сказала я смотрю даже одного блогера у которого тоже буква r вообще не получается очень жаль что она редко вы видео выпускать просто сам факт да и когда человек делает публичную карьеру читает лекции ходит на интервью постоянно живет вот эту кашу это уже не уважение к аудитории в этом смысла не знаю в чем там секрет успеха может быть те темы которые человек освещает может быть они какие-то топовые вызывают интерес а может быть там кто-то приходит вот реагирует именно на эту тему да потом включают и что-то там ну посмотрел там 10 минут выключил есть же только понятие там как средний просмотр да то есть если там два миллиона просмотров это не значит что там все два миллиона людей смотрели видео до конца там может быть средний просмотр там три минуты до чего там через три минуты выключил видео потому что понял что ему интересно сложно слушать короче так короче надо работать над собой ребят вот что я думаю надо конечно очень хорошо что сейчас мы живем в очень более более толерантном мире чем раньше я очень этому довольна кстати что дискриминации стало гораздо меньше по всем признакам а по внешним еще по каким-то еще по я поддерживаю полностью эту идею не надо других чувствовать заставлять чувствовать себя ущербными все равно как-то вот ну это это уже не про человеческое это про профессиональное про профессиональную сферу все-таки что еще фильмы тоже никакие мы не что-то не зашли никак вообще никак не знаю что такое так кстати привет мои подписчицы под ником леонардо пишет мне в комментарии посмотрели этот какой-то там остров выживших померших каких-то ну не помню как назвать это фильм короче постоянно мне пишет посмотри посмотри честно скажите не хочу пока смотреть я может быть вообще никогда не захочу я для меня это пройденный этап то есть я уже по каким-то рецензиям по названию уже понимаю какой план этот фильм я очень прям фанатела по такого плана фильмом раньше я не помню в каком году может быть 15-16 я фанатела по таким фильмам мне было очень интересно они на меня производили большое впечатление все потом этот этап уже пройдет тебе это не интересно для тебя это пустая трата времени для тебя это тягомотина какая-то ты уже тебе не интересно почему не интересно сейчас объясню вот дальше дальше идет дальше дальше многие увлекаются жанром арт-хаус я пришла тоже к этому жанру я начала увлекаться этим жанром мне нравилось я смотрела фильм за фильмом в этом таком стиле я получала удовольствие просто ну все арт-хаус все это мое никакой другой жанр меня никогда не заинтересует и в какой-то момент тоже все аппетит пропал ну это как знаете как рената литвина вот когда ты увидишь первый раз думаешь боже какая интересная интересная женщина боже мой боже мой вот и когда ты уже многие годы следишь за ее творчеством а я кстати следила смотришь ее интервью и выступление и в какой-то момент тебе приедается то есть настолько уже все все уже изучила ее ужинки и прыжки что тебе уже не интересно вот так же у меня было с арт-хаусом да то есть уже настолько вот эти все приемчики из фильма в фильм какие-то повторяются вся вот эта стилистика все это приедается все это уже не интересно это какое-то уже знаете как какая-то пародия пародия на пародии уже все такое складывается ощущение ты даже серьезно можешь воспринимать сюжет фильма потому что тебе кажется это какой-то пародии или даже уже пародии на пародию пародии короче ну такая то же самое было с тем жанром в котором снят вот этот остров не каких-то там ненужных людей короче ненужный остров ненужных людей вот у меня также было с этим жанром то есть уже не можешь серьезно смотреть это потому что у тебя кажется что я просто уже какая-то пародия и не интересно не удерживает внимание твои вот не знаю у меня наверное просто сейчас такое состояние что я ничего не могу найти такого чтобы меня заряжала вот сервис очень хорошо зашла музычка впервые за долгое время просто нашла плейлист и наслаждалась когда вы знаете просто первый попавшийся ткнул и мне понравилось нашла я несколько месяцев один канал называется он как-то изи как делай короче какие-то женщины женщина в какой-то не особо не вникал я не спускалась в описании в комментарии просто сами видео смотрела это немножко перематывая иногда в целом мне понравилось и она показывает такую ну натуральную в жизни в джунглях типа не джунгли не джунгл ну короче как а в общем значительную часть всех сюжетов значительная часть всех сюжетов выглядит так что она значит с какой-то киркой с какой-то я не знаю шпателем гигантским дубасит какую-то глину она выколачивает значит из этой глины на выколачивает все дома мебель все выколачивает из глины она вот так это и вот она так это значит значит залипательно делает что просто хочется на какой-то момент вот оказаться там и вот так вот херачить все вот этой киркой какой-то все херачить и выхерачивать себе дома из глины мебель столы и бассейны как она вот да потом она значит эти бассейны заливает водой и наполняет лепестками ну понятно там там этих лепестков просто вагон обрывай кусты и просто наполняйте все лепестками снимать грязный пропотелый шмо туда окунается и короче то плавает потом на костре зажаривать какую-то хренатень какого-то зверя на тебе зажаривает и потом так руками есть короче или я так поймала и не знаю я не знаю секрет этих сюжетов такие такие каналы плодятся по сети в огромных количествах то есть я так поняла что кто-то просек что это приносит деньги начали снимать этот жанр короче очень хорош очень красиво все очень интересно очень любопытно следить за вот этим вот тем как они вот это же все вот это вот старое древнее ремесло вот это сохранившиеся до наших времен и эти люди все это умеют ну это конечно же постанова отчасти потому что там уровень съемки просто понятно что не вот этого там девчулина какая-нибудь азиатская это снимает нет конечно не она это снимают люди какие-то профессионалы потому что там есть вот эти виды сверху которые снимаются только с дронов очень высокое качество картинки вообще не знаю что там у них может задеть за 10 долларов она там глину вот эту всю уже схерачивает а канал набирает миллионы просмотров но это так знаете все привлекательно мы стали такими зависимыми особенно в городской среде мы зависимы от всего просто беспомощные жалкие и вот когда смотришь на нее как она там совсем управляются вспоминаю какой человек великий как он много может одними лишь руками здесь городской среде мы очень жалкие поэтому многие из нас и страдают от типа скрытой низкой самооценки потому что но мы понимаем что мы ничего не стоим вообще все это горимые панты наши вот у нас недавно один раз отключили свет естественно через какое-то время закончилась подача воды потому что все электричество насос который подкачивает воду нужно от электричества или как он все воды нет вода стала очень грязная и раньше просто открываешь кран и набираешь кипятишь попил а сейчас нет не всегда включаешь там желтая муть вот у меня недавно так было я знала что может посижу ты будешь чем облажалась у меня значит это сесса эти минерал сесса эти минерал закончилась вода короче думаешь не есть еще одна бутылка обычно не газированная дешевая и оказалось что не оказалось что я выпила а пить хочется но хочет хоть воды хоть чая а включаю двенадцать часов ночи кучака вода рыжая просто рыжая как ее пить и вы понимаете что ты просто у тебя из крана льется вода но ты умираешь от жажды просто куда тебе идти вот такая вот дальше только хуже будет короче нас загоняют в это рабство и дальше будет хуже все скоро все нашими деньгами завладеют виртуальные которые нас на картах и все там за коммуналку не заплатил все тебя выключат вот свет все что-то там где-то должен как спишут с твоей без твоего разрешения что-то где-то ты применился не послушался слушался тебя значит тоже чем чего-нибудь решат и в городской среде среде решить очень просто этого всего как я уже сказала да вот так вот так надо короче рушить систему возвращаться куда-то к стокам в природе кстати был такой период что ну когда у нас было все все хорошо с родителями мы жили короче на даче каждое летом чуть короче я стал крышку я стала как современная значит молодежь типа короче я стала как да вот и был неплохой период у нас в семье и мы карты это было давно это старая история семьи давно нет и мама нет это еще до развода родителей мы были маленькими и мы ездили на дачу к каждый год ну какой-то был такой этап у нас хороший и по три месяца летний каникул мы там жили мы работали на земле и мы общались с природой с природой взаимодействием постоянно с природой это было очень счастливое время несмотря на то что нам приходилось работать в огороде ну это не было проблем и даже рано вставать потому что мы потом солнце и будет печь уже как бы не по работаешь на земле когда солнце сжигают тебя да то есть рано вставать и в огород то есть рано утром и вечером и до дела в огороде а остальное субботный и это было невероятно невероятно кайфовое состояние и души и тела да то есть ты тело свое чувство постоянно тонусе потому что ты что-то делаешь ты работаешь потом ты бежишь там на речку потом ты плаваешь ты постоянно ешь какие-то фруктики и ягодки ты овощи есть свежие ты работаешь и видишь результат своего труда что вот вы вчера пололи вот зашло и поливали да вот зашло вот зашло вот выросла и вот у вас там огурчик вот у вас помидорчик или вот у вас кукурузка вот у вас зрели и ты понимаешь уже растешь как полноценные личности видишь что твой труд дает плоды чувствуешь себя очень очень полноценным человеком очень достойным полезным